Здравствуйте, вы смотрите передачу Бабьи Байки. Я её ведущая, Татьяна Пушкина. За этой дверью нас ожидает удивительная женщина. Даша Букина. Самая верная поклонница сериала «Любовная любовь». Когда главная героиня сериала впала в кому, Дашина сердце тоже не выдержала. И она тоже впала в кому. Где и находится по сей день. Проходите, она наверху. Каждый день родные проводят у Дашины постели, надеясь, что она вот-вот очнётся и вновь обнимет их. Любящий муж Гена. Рома, любящий сын. И Светочка, любимая дочка. Геннадий, скажите, а как вам удаётся справиться с такой бедой? Один, папа! Не гок уже! Чего ты вообще меня доставил? Врач и МСО! Мы все очень скорбим. Надеемся, что Даша проснётся. И мы снова станем счастливы вместе. Потому что мы все очень её любим. И когда приходила телевидение? Две-три недели назад, не помню. Ты тогда лежала в коме, я был счастлив, а время летело незаметно. Время летит незаметно, когда мы с тобой в спальне. Потому что всё так быстро происходит, что я действительно не успеваю ничего заметить. Чем же ты строил из себя убитого горем мужа? Ну, если ты был так счастлив. Ну, я не виноват, меня заставили. У ведущей был баллончик со слезоточивым газом. Она тебе угрожала? Нет. Она всю дым пшикала, и мне тоже пришлось реветь. Даже я тебе умоляю, это же телевидение, там везде надувательство. Ты врёшь. По телеку полно правдивых передач. Назови хоть одну. Телемагазин. Страшная оправда этой передачи заключается в том, что вся хрень, которая в ней рекламируется, действительно существует. Ну, тогда новости. В новостях говорят только правду. Люди должны знать правду. Всё. Я сейчас позвоню на телевидение и скажу всем, что я выздоровела. Страна должна знать своих оживших героев. Ой. Здравствуйте. Я посмотрел передачу про вашу семью. Это цветы для Даши. Спасибо вам за всё. А у тебя не понял, зачем цветы? Она вообще не померла. Здравствуйте. Здесь покоится Даша Букина. Это чабрец. Развесьте по углам. Обгоняет злую энергию. Это белина. Скушайте сами, чтобы вступить в контакт с усопшей. А это чеснок от микробов. Положите у изголовья. Вам, наверное, деньги очень нужны. Да. Для лечения усопшей. Нужны. Жаль. Денег нет. Здравствуйте. Здрасте. Я смотрела передачу про вашу отважную жену. Чем я могу помочь? Спасибо за вашу отзывчивость. Но в данный момент помочь могут только деньги. Конечно. А могу я на нее посмотреть? Вы знаете, к сожалению, нет. Сегодня у Даши остановилось сердце. Боже мой. Можете. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. 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 Не-не-не-не-не-не-не. Ген, у нас опять отключили телефон. Ну, когда это закончится? Если б ты лежала в коме, уже бы закончилась. После этой передачи Сердобола просто с ума сошли. Слушай, я себя чувствую, как герой фильма про живых мертвецов. Если они не успокоятся, я начну их отстреливать. Зачем ты так, Гена? Пусти их. Я чувствую, что я нужна этим людям. Ты им действительно нужна. Но только в горизонтальном положении, закрытыми глазами и закрытым ртом. Мне так, кстати, ты тоже очень нравишься. Ты так, Даш, слушай меня внимательно. Завтра ты ляжешь в кровать и будешь изображать себя в коме. Поверь мне, тогда ты сможешь купить ту хрень из телемагазина, о которой мечтаешь. Какую хрень? Любую! Спасибо. Мы победим болезнь вместе? Извините, извините, фотографировать запрещено. Но вы можете приобрести мамины фотографии. Наши цены вас приятно удивят. Пройдемте. Гена, что происходит? Даша, в коме только тихо. Как в коме? Она же только вчера вечером с Леной по телефону трепалась и рассказала, что ты позавчера какой-то рекорд скорости установил. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо. Мы победим болезнь. Гена, я не могу молча смотреть, как ты обманываешь всех этих людей. Бери меня в долю. Прошу вас. Прошу. Прошу. Стоп. Я должен вас обыскать. Почему меня? Сопротивляетесь? Подозрительно. А ну-ка, руки вверх. Ноги на ширину плеч. Так. Что вы себе позволяете? Это же моя грудь. Да. А почему она тикает? А, похоже, это мои часы. Проходите. Хам. Я не виноват. Это моя работа. Прошу вас. Прошу вас. Стоп. Что это у вас под ёбкой? А ну-ка, руки вверх. Ноги на ширину плеч. Я ещё так никогда не уставала. Мам, ну ты же весь день лежала и ничего не делала. А я привыкла сидеть и ничего не делать. Я так больше не могу. Э, подожди, что чуть не могу? Терпеть надо. Я ж терплю с тобой в спальне. Знаешь что, Гена, не надо сравнивать свои десять секунд и мои десять часов. Я сказала нет. И ничто не заставит меня передумать. Ох. Да? Мам, звонят с телевидения. Сказать, что ты выздоровела? Нет. Скажи, что я в коме, пусть приезжает. Да, приезжайте. Завтра? А, хорошо. Надеюсь, это того стоит. Да. Оно того стоит. Пошёл. Объясните мне, почему я прихожу к вам и вижу, как мой Толик лапает какую-то мымру за грудь. Ну, дома-то полапать нечего, вот он и зашёл к нам. Значит так, ноги Толика здесь больше не будет. Гена, ты мне друг, но истинно дороже. Я больше не смогу хранить твою тайну, раз я не в деле. Ну что ж, дружище, ты почти получил эту работу, ты нас всем устраивал, но нет так нет. Вот твоя зарплата за сегодняшний день. Подождите, Толик, ты что же, устроился на работу? Ну, типа, я же тебе говорил, она у тебя сама не знает, чего хочет, а работа это просто повод пилить тебе мозги. Нет, 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 работа, работа это святое. Можете рассчитывать на Анатолия в любое удобное вам время. Он вам ещё нужен? Да буквально на пять минут и до завтра он твой. Эх, эх, а зарплата? Сиськами получишь. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вновь в гостях в семье Букиных. Сотни людей сегодня приходят сюда для того, чтобы разделить Дашу на горе. Простите. Света, скажите, пожалуйста, а как на вашу жизнь повлиял наш эфир? Зефир? Здесь что, зефир раздавали? Не обращайте внимания. Моя сестра так расстроена, что вообще ничего не соображает. Мы очень благодарны всем, кто пришёл поддержать нас. И мы готовы принять от вас любую помощь. Скажите, а могу ли я чем-нибудь вам помочь? Я готова на всё. Пойдёмте со мной. Там вы сможете помочь моему гору. Оно с каждой секундой становится всё больше и больше. Геннадий, вот скажите мне, пожалуйста, как вам, молодому, энергичному мужчине, удается справляться с той ситуацией, что ваша жена постоянно лежит на диване и ничего не делает? Не, ну с этим я уж как-то свыкся. Да и вообще, пока Даша в коме, я счастлив. Счастлив, что могу ухаживать за ней. Это так трогательно. Кен, вы знаете, как это не парадоксально звучит. Но я даже где-то завидую вашей жене, потому что я никогда не видела такого любящего мужа. Для меня это большая честь просто находиться рядом с ней. Я бы с удовольствием отдал любой свой орган, только если бы она выздоровела. Вы идеальный муж. Мне даже кажется, что это вы настоящий герой моей программы. Что? Это я герой! Здрасте! Я проснулась. Дорогие друзья, только сейчас мы стали с вами свидетелем настоящего чуда. Благодаря любви своей семьи и вашей поддержке Даша Букина ожила простить. Спасибо вам, Даша. Вы даже не представляете, что вы для меня сделали. Да вы мне такой рейтинг сделали. Да вы мне карьеру сделали. Ну, нафига ты это сделала-то, а? Что, рейтинг? Да плевать мне на рейтинг. Нафига ты проснулась? Теперь ни один лох не даст денег на твое лечение. Знаешь что, Гена, я не могла позволить, чтобы вся слава досталась только тебе. Благодаря любви своей семьи и вашей поддержке Даша Букина ожила. Господин продюсер, это же победа! Эта передача дала самые высокие рейтинги за всю историю нашего канала! Отлично. А что за передача? Ну, женщина посмотрела наш сериал и впала в кому, как наша главная героиня. А теперь она из нее вышла. Действительно классный сюжет. А что за сериал? Ну, наш сериал «Любовная любовь». А, ну да. А что такое странное название? Там про любовь, что ли? Ну, главное, что Даша из Екатеринбурга очень похожа на нашу Машу из сериала. Ну, тогда она нужна здесь. И чем быстрее, тем лучше. Да. Значит, что надо делать? Надо сейчас тебе лететь в Екатеринбург и привозить ее сюда хоть живую, хоть в конь. Понятно? Понятно. Любовная любовь. Классное название. Нет, я гений. И уходить от вас не хочется. Как представлю, домой идти, а там муж носки разбросал и сидит, футбол свой дурацкий смотрит. Понимаю. А он его случайно не обувью торгует? Нет, он мусор. На свалке сортирует. А, почти то же самое. Запомните. В любви вы сможете справиться со всеми трудностями. Даже такими, как вонючий муж. Как же хорошо. И в коме лежать не нужно. Наконец-то в любви я обрела себя. А я потерял деньги. Я уже видеть не могу этих идиоток, которые тащат тебе цветы тоннами и не приносят ни рубля. Не говори так, Гена. Они приходят за любовью. За любовь, знаешь ли, тоже нужно платить. Гена, любовь нельзя купить. Посмотри на нас с тобой. Когда я смотрю на тебя, я жалею, что любовь нельзя продать. Семья Букиных приветствует вас здесь. Вы почувствуете, как любовь творит чудеса и восторг. Таша Букина, собираетесь вылететь в Москву, у вас есть один час. Что значит собираетесь? Я ее муж, Гена Букин, и я решаю, куда. Теперь я решаю. Садитесь и слушайте. Фамилия. Вам что-нибудь говорит? Это же продюсер. Он придумал любовную любовь. И не только. Он придумал столько всего, что сам уже всего и не помнит. Так вот, он лично послал меня сюда, к вам. Собирайтесь, вас ждет карьера телезвезды. Гена, ты слышал? Обо мне узнали в Москве. Я буду знаменитой. Конечно, Даша. Езжай, это твой шанс. Нам будет трудно без тебя, но мы справимся. Спасибо, Гена. Я быстро. Дай! Да, ее дома вообще не будет. Это даже лучше, чем Коба. Ну, пока, мои хорошие. Я буду звонить и обязательно привезу вам подарок. Я что-то не поняла. Она что, в магазин подарков, что ли, едет? Ну, как бы тебе сказать, что ты поняла. Да, она едет в магазин. Ну, вот и все. Да, ты там, не забывай, насладно. Ну, конечно. Ну, как я забуду свою любимую семью? Ну, посмотри, какой Ромка стал взрослой. С телом мальчика. А Светочка? Посмотри, в какую красивую женщину она превратилась. С мозгом девочки. А ты, Ген, я никогда не забуду эти секунды, проведенные в постели с тобой. О, ты что, плачешь? Не обращай внимания. Иди. Вот они какие! Слезы радости! Да. Привет, Ген. Это я. Ну что, соскучились? Очень. У тебя все? Геночка, я остаюсь в Москве. Да, 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 да. Геночка, что у тебя там за шум? Ты расстроен. Я просто обезумел от горя. А почему ты остаешься? Извини, но мне нужно делать карьеру. Я нашла здесь работу своей мечты. Как работу? Ты же терпеть не можешь работу. Гена, пойми, я тонкая, чувствующая натура. Что я могла найти у вас, в провинции? Среди этого, быдло и тебя. Другое дело, Москва. Ну и кем ты работаешь? Включи телевизор. Десятая кнопка. Милая Маша, могу ли я сделать что-либо еще, чтобы ты была абсолютно счастлива? Да, любимый, поцелуй меня и это, шоколадного соуса принеси. Хорошо. Даша, это что? Ну как круто! У них тут актриса забеременела, вот они и решили заменить ее на меня. А я всегда говорила, что я создана для любовной любви. Да, Шуль, я вообще-то не об этом. Почему ты целуешься с каким-то разожравшимся харатьяном, а? Да. Гена, ты чего, это ж кино, здесь все не по-настоящему. Хотя вру, мороженое было настоящее и обалденно вкусное. А ты что, ревнуешь? Не льсти себе. Я не могу видеть, как эту порнографию показывают на всю страну, дети же смотрят, так! Знаешь что, Гена, завидуешь, завидую молча. Тоже мне обувной отелло. Ха-ха-ха! Целуется она! И мы снова на передаче «Такси». И я повторяю вопрос, кто из философов в своих работах опирался на трансцендентальную философию? Кто-кто? Шопенгавр. Спокуха, это повтор. Ой, это ж, по-моему, тот самый фильм про индейского парня, который вырос в трущобах, а потом стал миллионером. Как же он называется? А, вспомнила. Миллионер и Хрущев. Да, Свет, если б снимали кретинку в шоколаде или девять с половиной из вилен, то тебя сразу бы пригласили на главную роль. Светик, а переключи-ка на любовную любовь, а? Может, мама покажет. Но когда она за две тысячи километров от меня, я даже как-то начинаю по ней скучать. О, Роберт, я, я, это, это, забыла. Маша, ты забыла? Любовь моя, ты забыла. Сегодня же годовщина того дня, как мы с тобой вдвоем бегали по свежескошенному полю босиком, как мы целовались с тобой в этом стоге сена, ты помнишь? Да. Я приготовил тебе этот скромный ужин. Также это не очень скромное бриллиантовое колье. и пару суток безумной любви со мной. Ой, о, Роберт. О, Маша, сейчас я отнесу тебе в ванную шампанским, потом положу в кровать усыпанную лепестками роз, а потом в качестве продолжения... А продолжение смотрите в следующей серии. И не забудьте убрать от экранов маленьких детей. Алло, Гена? О, вспомни, что жена она и появится. Привет, Даша. Как там твои дела? Или, как теперь правильнее говорить, как там ваши дела с этим никчемным, неказистым актеришкой? Гена, все плохо. У меня проблемы. Меня заставляют заниматься ужасной мерзостью. Я знаю. Я в курсе. Я видел анонс. Да нет, Гена, ты не понимаешь. Я отказалась сниматься в постельных сценах, а продюсер уже арендовал для съемок трехметровую крутящуюся кровать. Гена, я попала. Теперь мне придется отрабатывать. Ой, уж лучше бы я тогда один раз согласилась, чем теперь мне придется заниматься этой мерзостью, много-много раз. Да еще и перед камерами. Гена, умоляю тебя, забери меня отсюда. Спаси меня, умоляю. Ой, они идут. Алло. Да, Даша! Собирайтесь, дети. Нам надо срочно ехать. Что, прям сейчас, что ли? Сейчас же начнется комедикрам. Плевать! Нам надо срочно в Москву. Зачем? Не зачем, а за кем. Не могу поверить то, что я это говорю, но мы должны вернуть маму обратно. Вперед! В Москву! Папа, Москва там. Русская народная пословица гласит, хорошая мысля приходит опосля. В день, когда Даша вышла из комы, Гена понял, как можно было на ней заработать и уложил Дашу обратно в кому. Спасибо. Мы победим болезнь в Мечке! Но долго Даша не выдержала. И вот почему. Гена, вы идеальный муж. Вы молодой, сильный мужчина со сложной судьбой. У меня даже есть ощущение, что это вы настоящий герой. моей программы. Что? Это я герой! Здрасте! Я проснулась! Весть о вышедшей из комы Даши разнеслась по всему Екатеринбургу и даже дошла до Москвы. В Москве сразу поняли, что Даша курица, несущая золотые яйца. Даша из Екатеринбурга очень похожа на нашу Машу из сериала. Но тогда она нужна здесь. И чем быстрее, тем лучше. Но все сложилось не так, как хотелось бы Букиным. Гена, все плохо. У меня проблемы. Меня заставляют заниматься ужасной мерзостью. Я знаю, я в курсе, я видел анонс. Да нет, Гена, ты не понимаешь. Я отказалась сниматься в постельных сценах, а продюсер уже арендовал для съемок трехметровую крутящуюся кровать. Гена, я попала. Теперь мне придется отрабатывать. Ой, уж лучше я тогда один раз согласилась, чем теперь мне придется заниматься этой мерзостью много-много раз. Да еще и перед камерами. И вот тут Гена сделал то, чего от него никто не ожидал. Даже он сам. не могу поверить то, что я это говорю, но мы должны вернуть маму обратно. Вперед! В Москву! Заканчивается посадка на рейс 213 в Сургут. Пассажиров Лохтина и Васильева просим пройти на посадку. Это еще что за татар-монгольское нашествие? А мы точно в Москве? Может, мы перепутали рейс, или пилоты перепутали стороны света? Ой, а что сразу света? Я у пилотов только на колени хотела посидеть, а Пурлите они мне сами предложили. Пассажиры Лохтина и Васильев, пройдите на посадку. Ой, смотрите, вроде русский. Давайте у него спросим, куда нам ехать. А, здравствуйте, а вы не подскажете, как нам попасть в Москву в телевизор? Ой, ой, Баранобама! Подождите, подождите, подождите. Здрасте, нам нужен этот, хелп! Мы ехать в эту, в Останкино. Вот понаехали. Так, мне все это надоело, я не нанималась тут стоять, как и стукач. Пойду ловить такси. Свет, подожди, Света, у нас нет денег на такси. Ой, пап, не парься, Светка отлично торгуется, особенно, когда поправляет колготки или облизывает мороженое. Пап, что стоим-то? Поехали, такси уже давно ждать. Ай, 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 молодец. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы попали в программу такси. Слышали про такое? Конечно. Вы тот самый лысый мужик, который всякую фигню спрашивает, а всякие придурки должны на нее отвечать. Ну, я так понимаю, правила вы знаете. Да, да. Ну что, поехали, красавица, кататься? Ой, ну поехали, только сначала в клуб, а потом в баню. Ладно. Не обращайте внимания, стоит Светке сесть в такси, у нее сразу срабатывает основной инстинкт. Слышь, не стыдно за вас. Ведете себя как дома. Скажите, пожалуйста, Геннадий, очень приятно. Геннадий, а вы кем работаете? Я продавец. Я продавец нефтяных скважин. Ну что, в любом случае сто тысяч рублей вам не помешает. Поздравляю, вы попали на юбилейную программу. Пять вопросов по десять тысяч рублей и суперигра на пятьдесят. Вы согласны? Папа, это стопудово какая-то разводка. Я по телеку видела. Ты сейчас согласишься, а они потом у тебя с мобильника все деньги стащат. А нам платить не надо будет? Ну, конечно же, нет. Вам надо отвечать правильно на поставленные вопросы. И вы можете, благодаря своему уму, выиграть хорошие деньги даже для продавца нефтяных скважин. Хотя, будь вы продавцом обуви, обрадовались бы еще больше. Ну что, поехали. Заработать умом? Тогда, Светку, можно сразу... Эй! Между прочим, между прочим, я в некоторых вопросах даже лучше него разбираюсь. Стопудово. Но вряд ли тут будут вопросы о комасутре. Геннадий, у вас прекрасные дети. Вот вам будет опора в старости. Я боюсь, что я с такими детьми до старости не дотяну. Итак, первый вопрос. Что такое ковырялочка? Это движение в народном танце, орудие труда древних людей или девочка с насморком. Ну что, Светка, вспоминай. Это ты у нас любительница потрясти орудиями труда перед народом. Так. Вяжи. Что? Эхо, найди! Точно! Дядя Женя меня тогда гвырять учил. Это танец! И это правильный ответ! Вы выиграли 10 тысяч рублей! Итак, следующий вопрос. Как называется мужчина, который сменил пол? Вот, Ромка. Давай, вспоминай. Ты же ходил в колготках. Эй, мне было пять лет. Ой, Рома! Я тебя умоляю! Извращение твой конец! Давай, вспоминай! Рома Букин заставил меня гордиться тем, что я женщина. Спасибо, детка. Да, теперь я женщина. Хотя родилась я мужчиной. Ну? Итак, ваш ответ. транссексуал. Прекрасная осведомленность. Это правильный ответ. Вы выиграли 20 тысяч! Да! 20! Так, я походу задержусь столицы на пару деньков. Где тут у вас трептис-бар? Да, практически везде. Только этих денег, к сожалению, хватит только на вход и на такси до дома. Задавайте следующий вопрос. Итак, как называется практически истребленное вандалами. Птица, некогда обитавшая на Урале. Вы чё, гоните что ли? Вандалм это каратист, а не птица. Итак, варианты ответов. Чешуйчатокрылая южноуральская сова. Да! Геннадий, вы меня внимательно слушали. Такого варианта ответов нет. У вас сгорела первая жизнь. Да, а какой был вариант ответа? Был вариант дядь. Но это скорее ответ на вопрос, кто ваш папа. Правильный ответ. Белоглазая чернить упорхнула от вас птица счастья. Ничего, ничего, далеко не улетит. На следующего вопроса и обратно к папочке. Ну ладно, я другого вида птиц даже и не знал. Следующий вопрос музыкальный. Кто исполняет эту песню? Фу, какая-то попса гонимая. Знакомый голос. Рома, секс по телефону тут не катит. Да? Кстати, о телефоне. У вас есть две подсказки. Это позвонить кому-нибудь или спросить у прохожих. Можно позвонить. Отлично, давай. Заодно узнай, как у жены дела. Давай. Ну, надеюсь, ваша жена не живет в Америке. Кстати, сразу предупреждаю, покататься на машине не там и переночевать у меня нельзя. Ха, ммм. Нет, я не смогу заниматься этим перед камерами. Вот как я детям своим в глаза смотреть буду. Да вы не бойтесь. Сейчас уже все дети знают, как это делать. Алло. Алло, Даш, привет, дорогая моя. Гена, почему ты мне не звонил? То есть, я рада, что ты мне позвонил. Геночка, когда ты меня заберешь? Даш, ну сейчас не до этого. Мы тут играем на деньги. Мне плевать, немедленно приезжай. На деньги? Да. А много денег. Ну, ага, Даш, кто поет эту песню? Это поет... Алло, алло, Даша, алло, алло, Даша. Блин, с ней что-то случилось. Хрен с ним с вопросами. Гони давай. Не очень изобретательно. Обычно, когда пассажиры не знают правильного ответа, они хотя бы эпилепцию изображают. Слышь, ты, урод, там мою жену хотят. Надеюсь, пока только хотят. И если с ней что-то случится, я возьму педаль газа, на которую ты не хочешь давить, и на сумку тебе... Ой, ой, вспомнила, Екатерина Швабрина ее зовут. Поздравляю, это неправильный ответ. У вас сгорела вторая жизнь, потому что ее зовут Екатерина Шаврина. Блин, Света, кто тебя просил рот открывать? А я что? Что я виновата, что эта Швабрина сама не знает, как правильно ее фамилия пишется? Предупреждаю, если вы ошибетесь еще раз, денег вы не получите, и я вас высажу в ближайшие подворотни. Пойдете пешком. Как пешком? Да вы что? В Москве же везде пробки. Ладно, мужик, не горячись. Давай, давай, задавай свои вопросы. Итак, последний вопрос. И я уверяю вас, что на него не смогли бы ответить ни Платон, ни Эйнштейн, ни даже Александр Друсь. Один из старейших участников Дома-2 родился в Екатеринбурге. Как его зовут? Екатеринбург, знакомое название? Блин, зря я потратил звонок на Дашу, сейчас бы набрал человека, который точно это смотрел. Эх, Толик, Толик, почему тебя нет рядом, когда ты так нужен? А, подождите, подождите, у нас же есть еще одна подсказка, спросите у прохожего. Ну, ну, может быть, в Москве смотрят Дом-2. Для кого-то же это снимают в конце концов. Ну, хорошо, рискните, как говорится, попытка не пытка, если, конечно, вы не инквизитор. Света! Папа! Что папа? Эм, давай уже. Я же сказал, никуда не надо звонить. И, как говорится, больше тела, меньше слов. Сейчас переодеваемся и будем репетировать. Я, я что, должна вот это надеть? Да. Но я же буду похожа на девочку по вызову. А сейчас ты похожа на девочку из церковного хора. Нет, вы меня не за то принимаете. Я это никогда на себя не надену. И до агрегата вашего я не дотронусь. Что вы говорите? Или мы сейчас делаем то, что надо, или всю жизнь ты проведешь в подтанцовках у Кая Метова. Господи, боже мой. Ну, я не могу. Я не умею. А дома с мужем чем ты занималась? Мой муж всегда был против этого. Да? И, кстати, он скоро приедет, надает по чьей-то наглой продюсерской борде и заберет меня отсюда домой. Да не вопрос. Но перед этим придется отработать неустойку. хотя можете это сделать с мужем. А чего? Семейное видео. Семейное видео. Это перспективное дело. Да. Ромка, ну кого спросим-то, а? О, ушло, это бабулька. Пап, ты что, совсем что ли? Бабульки дом 2 не смотрят. Это же какая нагрузка на сердце? Может, не выдержит? А может, у этих ребят? Папа, парни не запоминают участников дом 2. Они запоминают участниц. И то только тех, кто в душ ходит. Блин, Рома, ну как же мы узнаем, кто из этого дома 2 приехал из Екатеринбурга? Степан Мельщиков. Ху-ху, мы знаем правильный ответ. Блин, такие легкие вопросы, что даже неудобно становиться богатым. Поехали. Подождите, у меня есть предложение. Я плачу вам пять тысяч рублей и довезу куда надо. А вы отвечаете на последний вопрос неправильно и не попадаете в суперигру. Пять тысяч? Ты что, нас совсем злохого держишь? Да. Смотри, может, сколько выиграли. Вы что, не понимаете? Это все телевидение, здесь все подстава. Вы все равно проиграете. А если выиграете, я снова стану обычным бомбилой. Ну, хорошо. 20 тысяч. По рукам. И мобильник твой тоже заберу. Поехали. Эй, ну, сколько можно вас ждать? Я все булки тебе отлежала. Света! Папа! Итак, повторяю вопрос. Кто из старейших участников дома-2 родился в Екатеринбурге? Геннадий, вы знаете ответ? К сожалению, нет. Как жаль, что мы не выиграли совсем никаких денег. Степанку. Красивое имя. Тебя, наверное, назвали в честь кого-то. В честь прапрадеда. Круто. А как его звали? Я знаю. Это Степан Меньшиков. Я поздравляю вас. Это правильный ответ. Вы выиграли 30 тысяч. Я вас поздравляю. И ненавижу. Ну что, начнем суперигру и закончим мою карьеру телеведущей. А, подождите. А можно, пожалуйста, остановить? Мне просто нужно это на кремлевские звезды посмотреть. Да, да, конечно. Только кремлевские звезды в 40 километрах отсюда. А ближайшие кусты вон там. Спасибо. Это то, что нужно. Давай. Ну, а я пока озвучу вопрос суперигры. Давай, озвучивай. Люблю подремать под чьей-нибудь болтовню. Итак, Мумбаи это город в Индии, деталь двигателя или повесть Шекспира. Время пошло. Как время пошло? Стоп. Пусть сначала Ромка вернется. Он у нас семья с мозгами, а не сватый башке. Ничего не знаю, вы сами согласились. У вас есть ровно минута. Ладно, пап, давай думать. Ты точняк знаешь. У тебя в машине двигатель сто раз на мелкие кусочки разваливался. Шекспира? Светка, ну ты же пыталась поступить в театральный. Что ты лежишь, Ромео? Я пришла. Что это в руках у милого? Ай, нет, такого не было. Все, мы проиграли в Финителя Котлете. Где же Ромка? Пойду, его позову. Э, ну-ка, открой дверь. Ой, дверь заклила. Надо же, как вам не везет. Да я тебе сейчас. Между прочим, все записываю. О, так. Ну все, я пришел. Можем начинать суперигру. Ну как, я же заблокировал дверь. Фигня. Ай. Хорошо. Итак, у вас осталось пять секунд. Пять, четыре, бомбай. Три, два. Город в Индии, конечно. Надо быть тупой макрицей, чтобы этого не знать. Это правильный ответ. Вы выиграли восемьдесят тысяч. Сексапильные игрошки, Рома Букин идет к вам. Рома Мажор. Здравствуй, папки и шмотки. Гудфайм, подружки-идиотки. Гудфай телевидение. Здравствуй, родной. Мы Тищинский таксопар. Фу, мой тебе совет. Приезжай к нам в Екатеринбург. Скоро я открою свой обувной магазин. Будешь мне крето в такси развозить. Ха-ха-ха. Если эта симулянка еще раз упадет в обморок, она у меня этим сутками будет заниматься. Да, причем не без разницы. В сознании или без. Просто передайте. Что вы с ней сделали, поклятые извращенцы? Даша. А, о, Гена, ты пришел за мной, мой башмачник. Этот гад, он хотел, чтобы я трогала его эту мерзость и на всю страну хотел это показать. сейчас я сам его потрогаю. Так потрогаю, что ему эту его мерзость врачи обратно будут пришивать. Вот вообще, вообще, о чем говорить сейчас? А ты должна была трогать шланг, пылесос. шланг, шланг, не шланг. Мне пофиг, какой у тебя размер. Стоп. Какого пылесоса? Ну, уникального. С функцией всасывания под кроватных носков в рознице 2224 рубля. Мы тут рекламу снимаем. А вы кто? Даша. Что Даша, что Даша? Я же не могла унизиться до уборки на всю страну. То есть, я все бросил. Потратил последнюю заначку на билеты, теперь голод и лишения в аэропорту. Защищал детей от злобных москвичей. Только для того, чтобы спасти тебя от пылесоса. Ну, да. А что такого? Валим отсюда. Стоять. Что значит валим? А кто будет отрабатывать по контракту? Кто, кто? Пылесос, пальто? Нет. Давай, здесь разбирайся, я пошел. Одна знакомая стриптизерша просила передать московским коллегам привет и пару сотен. Вот тебе деньги по твоему контракту. Я не пылесос, чтобы пахать за копейки. Мой муж никогда не позволит, чтобы я так унижалась. А это муж? Да. Да, Гена? А. Ну, все, папа тронулся. Теперь нам придется тащить на себе домой 80-килограммовый овощ. Подождите, а как же наши деньги? Послушайте, а дайте нам хоть чуть-чуть, пожалуйста. Пожалуйста, бедные дети. Что же ждет вас с такими родителями? Выкиньте их отсюда. Как? Нет. Ой! Нет! Как же хорошо дома. Я так соскучилась по моему любимому диванчику. Ой! Да и он без тебя блок смотрелся. Ой, как будто кусок отрезали. Вопрос. Ну, давайте вопрос. Я хочу ответить. Где мой вопрос? Ой! Где я? Дома. Хотя мог бы сейчас валяться среди забытых чемоданов с багажной бирки на руке. А где деньги? Я прилетел и на все согласен. Когда начинать работать? Даш! Есть что познать? У меня уже глюки от голода. Да. Музыка. 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 Ты что творишь-то, а? Мне этот Фодик трудом достался. Я целый час бегал, туристов искал, чтобы меня сфоткать попросили. А потом они за мной целый час бегали, но не догнали. Ты убил её? Ты убил тётю Лену? Да. Мы же с этим сюда приходили. И тебя убью, если фодик поломался. Обоима, слава богу, полная. Как знал, а? Нет, нет, нет. Ты же сказал, что мы просто поприкалываемся, сделаем фотки и всё. Как говорил Джек Потрошитель, прикол с трупом гораздо круче, чем прикол без трупа. Ага, намного круче. Лет на десять строгого режима. На, держи, можешь делать контрольный в голову. А то всю жизнь, как дурак, фотографировать будешь. Папа, 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 ты что, сошёл с ума? Ну да, точно, ты, ты сошёл с ума. Папа псих, папа псих, папа псих. Нет, папка очень даже продуманный. Как стоит это ограбление? Путой, это милиция. Опаньки. Это что? Убийство. Очень хорошо. Потому что раскрытое убийство, это как ни крути, премия. Здорово. 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 Ух. Ну не надо так. Не надо так. Надо вот так. Так что это, привыкай, парень. Убийство. Ты что творишь-то, а? Мне этот Фодик трудом достался, я целый час бегал, туристов искал, чтобы они меня сфотки попросили. А потом они за мной целый час бегали, но не догнали. Ты убил её? Ты убил тётю Лену? Ну да. Ну мы же с этим сюда приходили. И тебя убью, если Фодик поломался. Обойма, слава богу, полная. Как знал, а? Нет, 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 ты же сказал, что мы просто поприкалываемся, сделаем фотки и всё. Как говорил Джек-Потрошитель, прикол с трупом гораздо круче, чем прикол без трупа. Ага, намного круче. Лет на десять строгого режима. На, держи, можешь делать контрольный в голову, а то всю жизнь как дурак фотографировать будешь. Папа, 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 ты что, сошёл с ума? Ну да, точно, ты, ты сошёл с ума. Папа псих, папа псих, папа псих. Нет, папка очень даже продуманный. Как стоит это ограбление? Путой, это милиция. Опаньки. Это что, убийство? Очень хорошо. Потому что раскрытое убийство, это как ни крути, премия. Здорово. 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 Ух. Ну не надо так. Не надо так. Надо вот так. Я тут главный. Позор. Это Букин. Ну ничего, ничего. В тюрьмах как раз не хватает красивых мальчиков. Да это не я. Я некрасивый. А вот скромность в камере никто не оценит. Так, посмотрим, что тут у нас. У-у-у. Ну какое это убийство? Это просто порча имущества. Ну все. Плакала моя премия. Ты, 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 ты убил ее. Мою Анжелу. Убийца? Да лучше бы это была тетя Лена. А вот здесь я с тобой спорить не буду. Ну ничего, сынок. Первый блин кома. Все мне смешно выгружены. Ух ты, Толянда. Ты крут. Прямо по реченкам. А если бы тут не мы, а кто-нибудь маньячила с топором? А? Действительно. Хе-мое. Ха, ладно, знает врага Толика. Толян, 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 ты чего? Я пошутил, Толян. Ну и шутки у тебя, Гена. Гена? Рома? Петров? Так, что здесь происходит? У Ромки, понимаешь, трагедия. Любовь свою замочил. Говорит, изменяла. Не смей так говорить про Анжелу. А я подхожу к квартире, вижу дверь открыта. Думаю, воры. А тут, на тебе. Да лучше пусть воры. Тоже премия. Ну да. Хотя, конечно, и меньше, чем за убийство. А тут просто порча имущества. Тем более личного. Даже дело не заведешь. Короче, порожняк. Стоп. Почему на ней Ленина ночнушка? Так. А может, Рома просто хотел убить Лену? И решил потренироваться, а? По-моему, это версия. Ну, раз хотел, почему не убил? А? Можно было хоть что-нибудь сделать хорошо, а? Так, стоп. Господа подозреваемые и свидетели. Настало время поговорить с самой убитой. Ну, раз её всё равно не убили. А, кстати, где она? А я дома. Всем привет. Леночка? А, ты жива? Чёрт. Чёрт побери, я так рад. Чёрт, Лен, я не виноват. Меня подставили. Это всё он. Убийца. Я знаю, что ты ни в чём не виноват. Ну, какой из тебя убийца? Ты хитрый подонок, грязная сволочь, мерзкий извращенец, но только не убийца. Ну, что ж, я думаю, мне пора объяснить, что здесь происходит. Да, действительно, пора. А то мне ещё один глухарь нафиг не нужен. Пусть даже и резиновый. Это же элементарно, Петров. Вчера вечером между Геннадием Букиным и его сыном Романом состоялся очень странный разговор. Короче, смотри. Мы с Данилой поспорили на ящик пива, что я сфоткаюсь, приставив пистолет к Лениной голове. Это будет прикол Бека? Не думаю. Чё-то Лена согласится фотографироваться, только если пистолет будет у неё. Да она даже не узнает. Смотри, Толян завтра поругается с Леной, но устроит ей грандиозную истерику, как это умеют делать бабы. Ну и Толик, конечно. Он не пустит её в спальню, и ей придётся спать на диване. А я здесь при чём? Ну как при чём? Мы с тобой, когда она уснёт, войдём в их квартиру, ты меня сфоткаешь, вот и всё. Хм, не всё. Да, чуть не забыл, а пустые бутылки из-под пива потом можешь забрать себе. Ага. Хорошо, машина твоя. С четырёх до пяти утра. Ну хорошо, свежий номер журнала «Большие сиськи» тоже твой. По рукам. Только ненадолго. И учти, потом каждую страницу пересчитаю. Это неправда. Ни о чём таком мы не договаривались. И я не баба, чтобы истерики закатать. Понятно? Не баба! Не баба! Не баба! Не баба! Так, если один из подозреваемых ни о чём не договаривался со вторым, значит, один из них точно хотел убить Лену, а пистолет подбросить Ромке и всё свалить на него. Да, Гена, неплохой план. Ручки давай! Петров, я тебя умоляю, ну кого ты слушаешь? Извини, Гена, служба. Ну и, конечно, премия. А я говорил, убийца! Молчи, куклолюб! А ты, Петров, уже сегодня будешь просить у меня прощения и ящик пива поставишь за то, что засомневался в друге. Ящик пива? Так, и какие у Гены были мотивы для убийства Лены? Привет, Гена, слава богу, я ухожу. Хоть что-то приятное за сегодня. Кстати, о закусках. Что здесь делает этот куриный рулет, а? Пришла испортить мне аппетит? Буду поверить, что я до тебя натронулся. Как это отвратительно. Извини, Ген, мотивы, конечно, непонятные, но их очень много. Стойте! Всё не так просто. Лично я всё поняла, когда нашла у себя в почтовом ящике большие сиськи. О, чё надо? Курятник дальше и направо. Действительно, здесь больше похоже на свинарник. Ну, так и вали отсюда. Гусь свинья не товарищ, а курица тем более. Я нашла твои большие сиськи в почтовом ящике. Вот куда они делись. А что ты делала в моём ящике? Между прочим, от чужого ящика до чужого кармана один шаг. Я нашла это в своём ящике, животное. Почтальон оказался такой же тупой, как ты. И перепутал почту. Да не, не, не. Не такой уж он дура, как я думал. Сразу понял, кому сиськи нужнее. Руки! Мне что-нибудь приходило? Ну, было какое-то письмо. Я решил, что счета, поэтому скрывать не стал. Держи. Странно. Никаких надписей. А чё тут странного? Если на конверте со счетами писать счета, их сразу будут выбрасывать. А тут хоть какая-то интрига. А это что ещё такое? Лена Полена, тебя хотят убить. Кто-то открыл сезон охоты на кур. Поздравляю. Это я себе. Не понимаю, а за что меня убивать? Тебя-то и не за что. Это мы с Толиком такие терпеливые, но слава богу, нашёлся хоть кто-то, кого ты достал ещё больше. Меня хотят убить. А что мне теперь делать? Ну, я бы мог тебе помочь. Не бесплатно, конечно. Ты? Чем ты можешь мне помочь? Ну, я мог бы стать твоим телохранителем. Буфин, ты что, совсем сдурел? Чем ты будешь меня защищать? Носками? Не, ну подумай сама. Я живу рядом. Всё, просматривается. Я живу с Дашей. Уже ничего не боюсь. Но будешь хорошо платить, могу не ходить на работу, сторожить твою квартиру. Рука. Вообще-то, у меня уже есть мужчина, который может меня защитить. Да? А что, Толика, ты уже выгнала? Ладно, договорились. Я с самого начала почувствовала неладное. Хотя, рядом с Геной я всегда это чувствую. Но поняла я всё уже до... Блин, отдать забыла. Ого! Какая мерзость! Вон оно что! Ну что ж, Букин, ты, конечно, хитрый, но всё-таки идиот. Чё-то я не пойму. Гена хотел заработать на твоей охране, запугать, а потом убить. Или наоборот. Да, по-моему, идиот здесь не один, Гена. А, значит, куклу подложила ты. Да, количество идиотов возрастает в геометрической прогрессии. Но зачем мне подкладывать куклу, если я сразу поняла, что это вымогательство? Она что, по-вашему, сама сюда легла? Куклу вместо Лены подложил я. Ты? То есть, ты не собирался никого убивать? Нет. То есть, это не убийство? Жаль. И не поверите, не столько из-за премии, сколько из-за денег. Плюс тебя ещё ящик пива за гнусное предательство друга, а с меня заявление в городе за неправомерное задержание. Но ведь это он стрелял, не отпускайте его. Нет, ты посмотри на него. Неужели это Гена, Гена будет? Да. Друзья, ну и хорошо, что всё так разрешилось. Давайте расходиться. Значит, Гена сам организовал убийство. Сам же его предотвратил. Но тут вопросов нет. Только нафига ты это сделал, а? Молодец, хороший вопрос. Раз, стараться, товарищ Павлович. Просто сработало чисто механически на похвалу. Итак, расследование зашло в тупик. Но зачем Букину весь этот цирк? Давайте спросим себя, мог ли он самостоятельно организовать преступление? Взглянем в его искренние тупые глаза и ответим, не мог? Да, не мог. Железно. Дело в том, что больше, чем ненавидит меня, Геннадий Букин любит деньги. Его наняли. Наняли? Это ж какие надо иметь мозги, чтобы нанять Гену. Совершенно верно. Мозгов у заказчика должно было быть ещё меньше, чем у Гены. Следовательно, заказчик Толик. Толик. Что? Я? Леночка, ты ошибаешься. Я ошиблась, когда вышла замуж за ходячую пудреницу. Только человек без ума и фантазии, такой, как Толик, мог прийти с подобным делом к Гене. Гена, а можно тебе задать один глубоко личный вопрос? Ну, попробуй. Ты-ка помни, чем глубже вопрос, тем больше шансов получить за него в борду. Гена! Ген, скажи, как ты относишься к Лене? Толя, может, тебе хватит уже пива, а? Ты какую-то фигню несёшь. Нет, Ген, я серьёзно. Вы что? Решили меня третьим в свою оргию взять? Если так, то пошёл сразу вон пока я добрый. Ну, ты чё, мы же не извращенцы. Ну, по крайней мере, не настолько же. Так как ты относишься к Лене? Ну, как я могу относиться к тому, кто живёт, чтобы мешать жить мне и при этом ещё кудахчет? Очень хорошо. Скажи, а ты мог бы, ну, 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 как бы, Толя, я тебя домой не потачу. Максимум на площадку вынесу и всё. Скажи, Гена, ты мог бы убить Лену? За хорошие деньги легко, а за доплату ещё и поджарью съел. Да, Толя, слабеешь ты, десяти банок срубил, а? Не, не, Ген, я серьёзно. Ленка меня последнее время просто со свету сживает. Карманные деньги выдавать перестала, ключи от машины забрала, а вчера вечером вообще озверела. Взяла мой мини-солярий и разбила в нём все лампочки. Жесть. Да. А недавно сказала, что наследство лишит, а я уже старый. Я на Лену лучшие годы убил. У меня уже, вон, морщины, животик и оп. Не надо. Колян, если целыми днями пить пиво и ничего не делать, не то, что целлюлит пролеж не появится, хотя Ленка тут по-любому виновата, зараза. Ну, значит, ты согласен. Ладно, согласен. Деньги вперёд. Конечно. Надеюсь, я не очень подпорчу себе карму, если заплачу за Ленина убийство и её же кредит. Стоп. А как я узнаю, что её ты, ну, того? Может быть, фото? Не боюсь. Я ей целое портфолио забабахаю. Напоследок. Я могу простить всё, но платить моё убийство моими же деньгами? Я тебе за это не только карму, но и прикус испорчу. Оказывается, это только в первый раз. Друзей арестовывать неприятно. А сейчас нет. Я уже даже привык. Мне даже понравилось. Эх вы, дядя Толя. А я ещё хотел быть на вас похожим. тоже жить за счёт богатых старух, а вы убийц. Нет. Нет, это правда не им. Я не виноват. Меня подставили. Я знаю. Что? Я знаю, что это был не только ты. Вот видите? Здрасте. Нифига себе у вас, моль. Какие же тогда интересные у вас тараканы. Что, Женечка, что-то пошло не так? Там, на скамейке, возле банка. Братишка, на пиво не подкинешь, а? Что? Пиво пить, работать надо, бездельник. Ты, 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 ты что здесь делаешь, а? А я-то здесь гуляю, а ты? Тоже гуляю. Как жизнь? Как Лена? Лена, нормально. Поэтому жизнь не очень. Чё так? Ноготь сломался? Да иди ты. Я с тобой по-человечески, а ты... Ну ладно, ладно. Не обижайся. Я просто думал, ты видишь, что он у тебя правда сломался. Где? Блин, вот ещё и ноготь. Лютует, Ленка. Не то слово. Живу как под гидравлическим прессом. Деньги вообще выдавать перестала? Да ну. Чтобы пиво пить, говорит, работать надо. Фашистка. От работы, говорит, на супружеском ложе. Так я ж не против. Ну и либо всё не так, либо мало. А чаще и не так, и мало. На цепь сажала? Да. А наручниками крово... Париколова. А к этому, к аккумулятору подсоединяла? Нет. Чё, даже языком не подсоединяла. Ну... Не хочу тебя пугать, конечно, но тебе ещё всё впереди. Нужайся, брат. Ладно, не плачь. На, вон, выпей. Давай, давай. Через пять минут, тридцать секунд жизнь станет ярче и веселее. Ай, ну и дрянь. Не знаю, как жизнь, а в туалете мне сегодня точно будет веселей. Не исключено. Ты знаешь, у меня вот тоже всё наперекосяк пошло. Я ж большие надежды подавал. Мне даже бабушка говорила, быть тебе, Женька, президентом. Или за вскладом. Уважаю. За вскладом это круто. То-то. Потом, как Ленку встретил, всё под откос пошло. Так что, причина всех наших бед, Лена. Она наше проклятие. Точно! Это ж она мне ноготь сломала, я вспомнил. Садистка. Толян, я знаю, как снять это проклятие, как искоренить это зло, выжечь его калёным железом. Что, 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 ты что, имеешь в виду... Да, Толя. Ты с ума сошёл? Калёным железом, это чересчур. А вот топориком или кирпичом, вот это по-человечески. Ну, почему в итоге пострадала Анжела? Почему всегда гибнут лучшие? А вот это уже организованная преступная группировка. Чудесно! За это могут звёздочку добавить. Да, парень, спортфейном туговато на зоне будет. Леночка, ты как всегда на высоте. Твой дедуктивный метод вызывает восхищение. Прекрати подлизываться, слезняк. Да! Это я всё спланировал. Слышите? С самого начала до самого конца. Я! А знаешь, почему? Потому что она наше проклятие. Заткнись! Потому что я люблю тебя, дура. Я всё это спланировал, чтобы потом предотвратить убийство и спасти тебя. Слушай, а если он косит под псих, это так натурально получается? Я хотел, чтобы ты видела, на кого ты меня променяла. Чё-то я не вижу особой разницы. А теперь я расскажу вам, как всё было на самом деле. Вы думаете, я не знала всего этого? Знала. Это я всё подстроила. Не звони мне, я занят. Извините. Это я всё спланировала, чтобы проверить чувство Толика ко мне. Дура. Ого! А вот это реально самооценка. Ты всё это подстроила? Да. Ты? С вашей помощью. Разве не ты присылал мне всю неделю эсэмэски с текстом «Моя принцесса жду тебя на белом коне в среду на скамейке возле банка». Не тесно вам с конём на скамейке было? И в эту среду я специально поссорилась с Толиком и отправила его к банку. Анатолий, я тебя последний раз спрашиваю, где сдача? Леночка, ну когда я тебе врал? Очень плохая и несвоевременная шутка. В глаза смотри! Я бутылку пива купил. В глаза! Пять. И, кстати, ты в этом сама виновата. Всё равно потом от тебя получать, так лучше за пять бутылок, чем за одну. Ну всё. Моё терпение лопнуло. С этого момента никаких карманных денег. А если ты ещё раз посмеешь не принести сдачу, можешь забыть о завещании. И пора уже, наконец, начать работать. Так я работал! Что? Когда-то? Давно? Ты даже не знаешь, как выглядит работа. Так быстро одевайся и иди к моему банку. Зачем? Смотреть, как выглядит работа. Как видите, я получила ответы на все свои вопросы. Между мной и деньгами этот бархатный слезняк выбрал деньги. Разумный выбор. Дорь, значит, всё-таки это из-за вас погибла Анжела? Но нет, не только из-за вас. Вы все здесь убийцы! Петров, а ты можешь её как-нибудь вырубить? Ну, типа, сопротивлением, при задержании имени. Я тебе даже пол яичка пива с долгой спешу. Леночка, Леночка, уйдей! Леночка, прости меня, пожалуйста, я правда не хотел. Это всё он! Он меня напоил! Алкогольное опьянение, отягчающее обстоятельства. То есть, он меня загипнотизировал, я столько выпил, мне вообще не взяло! Посмотри, посмотри на своего муженька, у него сейчас от страха лак на ногтях треснет! Неужели, неужели он лучше меня, человека готового, ради тебя на всё вернись ко мне? Точнее, это я вернусь к тебе, и мы начнём всё заново, любимый. Не слушай его! Он же тебя гипнотизирует! Отпусти! Нет! Я свой выбор сделала! И мой выбор... Толик! Да! Потому что он мне ещё кое-то для чего понадобится! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok